Минувшее воскресенье 12 сентября акватория Десногорского водохранилища вновь стала местом проведения парусной регаты. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Белые парусники, скользящие по глубинно-синему покрывалу воды. Так для зрителей на берегу выглядят эти соревнования на яхтах. Для самих же участников управления судном – это и удовольствие, и труд. Ведь каким бы впечатляющим ни был спорт, главное в нем – обойти соперников и прийти к финишу первым. Осенняя городская регата на кубы главы города проводится уже в третий раз. И в этом году она посвящена 47-й годовщине города Десногорска. Организованы соревнования Смоленским морским собранием и Десногорским отделением парусного спорта. А почетное право объявить о старте заплыва выпало главе города Андрею Шубину. Я хочу вам пожелать в этот прекрасный день всем хорошего настроения, чтобы день прошел замечательно, и мы все с вами могли насладиться прекрасным зрелищем, которое будет сегодня разворачиваться на Десногорском водохранилище. В борьбу за приз вступили семь десногорских яхтсменов со своими командами. В этом году на праздничные сентябрьские выходные выпала тёплая погода, и ветер не слишком порадовал участников. Поэтому за время соревнований удалось провести всего две гонки. Но бывает и по-другому. Штиль – главный враг регаты. Иногда затягивает соревнования на очень долгий срок. Из опыта уже таких хождений, ну не здесь на водохранилище, а на Ладоге, бывает и сутками стоят, все ждут ветра. Потом, когда ветер, все начинают потихонечку что-то дергать, какие-то шкотики, жгутики, и ловить эти порывчики. Вот и всё. Поймать попутный ветер яхтсменам всё же удалось. Кто-то преуспел в этом больше и занял призовые места, кому-то повезло немного меньше. Но и эти экипажи наградили памятными грамотами. Первое место в малом классе заняла яхта «Морской котик» Владимира Рычкова. Среди больших судов первой пришла яхта «Стелла», управлял которой Андрей Зангиев. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.